В спортивном зале школы Олимпийского резерва тренировка акробатов. Группа из четырех парней, члены сборной страны, победители Кубка России 2019 года и неоднократные призеры всероссийских и международных соревнований отрабатывают сложнейшие элементы. Это Кирилл Лукьянов, Денис Солун, Павел Губских и Владимир Петров. Вместе они работают около четырех лет. У каждого за плечами годы упорных тренировок. А про одного из них можно сказать, что в акробатике он с пеленок. У меня мама заслуженный мастер спорта России СССР. И можно сказать, что она и привела нас. У меня есть брат старший, а она нас как раз двоих и привела. Я с трех лет, можно сказать, уже в зале, уже тренируюсь. Начиная с пяти лет, были такие, знаете, непонятки именно в спорт. Ну как бы прихожу в зал, что-то делаю, что-то не делаю. Ну и можно сказать, что меня особо надежды не возлагали. Ну я был такой, как гадкий ученок такой. И ноги не натягивал, и сам не старался. Но потом начались результаты, начались первые медали, и уже пошел интерес к этому виду спорта. Наверное, в каждом спортсмене есть переломный момент. Это лет, наверное, с 12, когда ничего не хочется, хочется гулять, хочется сидеть дома, в компьютере и так далее. И у меня такой тоже был переломный момент. Мама сказала, нет, ты будешь заниматься. И как бы стукнула по столу, сказала, нет, ты будешь ходить. И через слезы, через бой со мной получалось, что я приходил в зал, тренировался, отдавался именно полностью этому виду спорта. И, знаете, я очень сильно благодарен этому, потому что я не знаю, что бы я делал без этого вида спорта. В спорте важно ставить цели и достигать их. В 14 лет Павел получил звание мастера спорта по акробатике. Следующей мечтой было выступление на международных соревнованиях. Уже в составе этой четверки он стал призером Кубков мира в 2018 и 2019 годах. На сегодняшний день ребята являются действующими чемпионами Кубка России. Работает с ними заслуженный тренер России Татьяна Васильевна Степкина. Мы их называли малыми, потому что они выросли в один момент, когда в зале было 4 четверки. То есть они становились под крылом старших. И вот они когда стали уже более крепкими, вот о чем я говорю, зрелыми парнями, вот как бы, видимо, это их время пришло сейчас. Они действительно серьезно относятся к своему делу. Они действительно с пониманием относятся. Они стремятся. Ну и, наверное, можно говорить о том, что у каждого акробата есть очень большая мотивация. Каждый из них хочет попасть в цирк Дюссалей. К слову, цирковая судьба постигла немало воспитанников Омской школы акробатики. Чемпионка мира и Европы Анастасия Горбатюк, обладательница всех существующих регалий в акробатике Марина Чернова и многие другие с успехом выступают в цирке Дюссалей. Совсем недавно закончили спортивную карьеру и переквалифицировались в воздушных гимнасток в Росгосцирке Елизавета Бедрина и Капитолина Хуснулина. Они там перевоплощаются в образы. То, чего им здесь по правилам соревнований не хватало. Они действительно технически очень хорошо подготовлены. Сегодня Омская школа спортивной акробатики является одной из сильнейших в стране. А формироваться она начала еще в военные годы. Тогда появилась первая секция при ремесленном училище от агрегатного завода. Позже при заводе открылся спорткомплекс «Металист», где со спортсменами работал заслуженный тренер СФСР Валерий Кочергов. Одним из самых титулованных его учеников был Юрий Зикунов, ставший в 1974 году первым чемпионом мира по акробатическим прыжкам, а через год завоевавший первый Кубок мира. В 1973 году при телевизионном заводе открылся спортивный комплекс «Искра», где отделение спортивной акробатики возглавил мастер спорта СССР Николай Землянский. Здесь воспитали немало мастеров спорта, многие из которых впоследствии стали успешными тренерами. Позже к работе начали привлекать хореографов. И первым таким специалистом стала заслуженный тренер России по художественной гимнастике Вера Штельбаумс. Благодаря работавшим тогда хореографам у омской акробатики появился свой стиль, отличающий выступления наших спортсменов от большинства в стране. С 2004 года заработала Федерация спортивной акробатики, возглавляемая заслуженным тренером России Татьяной Степкиной. Именно ее воспитанники ежегодно пополняют состав сборной страны и побеждают на самых крупных международных аренах. И во многом это благодаря совместной работе главного тренера с хореографом Людмилой Петлюк. Хореограф выполняет функцию художника. Он соединяет сложные элементы и трюки, выбирая музыкальный материал, придумывая идею композиции. И самое главное в свете правил соревнования для высокой оценки артистизма это должен быть маленький спектакль. То есть мало научить двигаться красиво, попадать в темпо-ритм. Надо, чтобы дети еще работали эмоциями, эмоции тела, эмоции лица, чтобы это была музыкальная история. Это самое главное. Невозможно сделать кучу сверхсложных трюков и проходить пешком под какую-то музыку неопределенную и стать чемпионом. Надо найти характер, найти музыкальную историю. И тогда стали появляться и кармен-сюиты на ковре, и половецкие пляски. Для этого, конечно, должны быть дети с харизмой, дети, которые слышат музыку, дети, которые хотят, и которые, естественно, психологически устойчивые. Будущих звезд акробатики начинают воспитывать с раннего возраста. В основном, начало тренировок приходится на шестилетний возраст. Однако главный тренер Ромской области за годы работы с детьми поняла, что лучше всего начинать с трех лет. Данное поколение детей именно с возраста трех лет еще не испорчено компьютерными технологиями. Они способны принимать глазами, они способны слышать тебя, они способны быстро запоминать слова, значения слов, и становится работать намного проще. И вот можно сказать, наверное, что сейчас я как бы сама попала в такой период эксперимента, когда у меня есть дети возраста 12 лет и возраста 4, 5, 6 лет, которых я взяла рано. И я могу с полной ответственностью сказать, что одинаковое время занятий с ними, 2,5-3 года, они имеют одинаковые результаты. Это да. Но мотивация у малышей намного выше, чем те, кто возрастом старше. Мы должны воспитать человека, спортсмена, который в себе имеет характер, стержень, и самое главное – качество преодолевать уметь себя. На начальных этапах обучения в спортивной школе акробатики детей учат базовым элементам. Колесо, березка, мостик, шпагат, стойка на руках, переворот, кувырок. С годами нарабатываются силы в руках, ногах, хорошая гибкость и выносливость. Для меня сложно пока делать переворот с одной ноги, я его пока еще не умею. Жена, на какой шпагат умеешь садиться? На правый, на левый и на поперечный. Не тяжело? Уже нет, а было тяжело. Когда было тяжело? Когда я только пришла сюда вообще заниматься, было все прям тяжело. Я еще ничего не умела, а сейчас я уже давно занимаюсь, третий год, и мне уже все немного легче делать. Я все стала лучше все понимать, как это делать. Ну, у меня все лучше стало получаться. Видела, как выступают взрослые акробаты? Да. Нравится? Да. Хотела бы так же? Да. А у тебя какая мечта? Занять хотя бы первое место, хотя бы на одном соревновании. Телефоны и гаджеты – это на самом деле проблема нашего века. И спорт, ну, он всегда был, спорт – это здоровье, да, это пластика, ну, акробатика – это гибкость. Она очень много научилась здесь. У нас тренировки, на самом деле, каждый день, кроме воскресенья. И мы ей даже говорили, может быть, не будем? Она сказала, нет, я хочу, мне нравится. Воспитанники Татьяны Степкиной – прилежные ученики. После каждой тренировки заполняют дневники, куда вносят свои достижения. Дневник – это, может быть, у кого-то будет история. У кого-то это самодисциплина к тому, чтобы, ну, для организации. Ну, и просто имеют возможность отслеживать какие-то определенные достижения родителей своего ребенка. Это могут быть фотографии с друзьями, это фотографии с соревнований, это какие-то записи, записи, касающиеся оборудования, на котором ребенок занимается, какие-то правила, ну, фрагменты правил, наверное, больше соревнований. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова